Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она показывает себя, она как туман, как пустая, такая белая туманная, какая-то энергия вокруг нее. И она говорит, я доверю все, что от нее осталось. И еще у нее идет какая-то как трубка от нее. Трубка? Как капельница, да. Она будет мешать сканированию? Нет. Хорошо. Но вот этот туман выдави, пожалуйста. Включаю внутренний белосвет Татьяне, помогай ей моей энергией. И на счет три. Собираем весь этот туман, выходит до 100% из нее, сформируется перед ней в шар. Это может быть энергия. Как облако. Лекарство. Одурманивающая жидкость, идет слово. То есть это жидкие лекарства какие-то. Которые через капельницу сканировали. Обезболивающая. Хорошо, выходит это. Отлично. Сворачиваю это в шар, отправляю в клетку-тюрьму. Если ответственный есть, выстраиваю канал от этого шара к ответственным и притягиваю в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Это жидкость. Понятно, это медикамент. И хорошо, идем дальше. Так, мне эта трубка совсем не нравится. Это катетер, она говорит. Скэнер, просканируй сейчас. Этот катетер. В спине идет. Косный мозг. Ну давай, пусть скэнер работает. Дай команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Татьяны, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Татьяны, находит все. Ну, у меня конструкция стоит с головы до ног. Да, так и есть. И по всем чакрам и конструкции ее, в принципе, больше видно, чем Татьяна. Татьяна вообще пустая. Хорошо. Кромкая копия, вернее. Катетер является частью этой конструкции. Ставим маячок зеленый градус. Нет, но он делает определенные боли, тоже неудобства. Скэнер, просканируй сейчас Татьяну, выведи этот катетер. Отключи эту конструкцию полностью. Со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Выводи это все из биополя. Кто-нибудь притянулся, Вера? Гуманоид. Отлично. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. Выстраивает гуманоида канал к другим, ответственным, с кем он связан. И притягивает в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьмы. Ни с кем не связан. Откуда ты? Гуманоид 1. Откуда ты? Пока он думает, откуда он скэнер, дай мне полноту души Татьяны на настоящий момент. 86. Куда ты делал 14% паразит? В резервуарах у него есть. Где они находятся? У него несколько, как сказать, переносных пунктов. Самые близкие это оплаты больницы. Дальше он перекачивает дальше. То есть ты ко многим людям подключен в этой больнице? Вы работаете, я работаю. Я тебя предупреждаю. И мне нужна энергия. Я спрашиваю. Мне пригодится. Если ты не будешь отвечать на мой вопрос, я тебе просто сделаю дырку в твоей голове. Ударом 5 миллионов герц. Если этого не хватит, дам 50 миллионов герц. Повторяй свой вопрос. Ты ко многим подключен в этой больнице? Он показывает платы, платы, платы в палатах. Откуда ты гуманоид? Серьезно. Как долго ты находишься в этом биополе со своей подключкой? Около трех недель. Какая цель твоей подключки? 19 дней идет. Цель это энергия. Человеческая энергия жизни. Ты понимаешь, что ты сейчас убиваешь эту душу? Вернее, этого человека. Своим воздействием и воруешь. Может, наоборот, спасаю. От кого ты спасаешь? Что ты спасаешь? Ее съедает недуг. Меньше энергии, меньше мучений, быстрее уход. Энергия мне нужна. А тебе давал кто-то разрешение на эти действия? Ее согласие у тебя есть на это? Лично ее. Ну, если ты подключен к ней, или кто тебе мог еще дать согласие на душу и манипуляции с ней? Ну, у него идут мысли выше, выше, выше. То есть сама болезнь давно излечается, и ее можно предотвратить, вообще не болеть. Но все центры построены так, чтобы материальные блага, он говорит, отмывались через это все, и души покидали ваш объект. Вот, поэтому договариваться мне с ней не нужно. Все давно обговорено. Ну, хорошо, если тебе не нужно договариваться, то я вполне могу тебя уничтожить. Потому что мне тоже с тобой не нужно договариваться. Если Татьяна мне скажет, сжечь с тебя энергией живой плазмы, я ее достану и сожгу. Потому что вот так она решила. Это следует твоей логике. Ты хотела ее уничтожить, ты воровала ее частицы души, что запрещено, везде запрещено, всеми законами мироздания, которые ты просто игнорируешь. И ты думаешь, для тебя это закончится, я тебя отпущу. Конечно же нет. Везде есть свои лазейки, везде есть договора на высших уровнях. О каких высших уровнях ты говоришь? Малерспирки такие же, как и вы. О каких высших уровнях тысяч? Там, где договариваются, в физических телах, а не в тонких. Ты о какой-то цивилизации конкретно говоришь или ты говоришь о чем-то другом? Я тебя сейчас не понимаю. Те, что дали задание это делать? Мне разрешили это делать. Какая цивилизация? Там задействованы давно другие ресурсы и знания. Я уже сказала перед этим, любая болезнь предотвращаема и излечаема. Надо будет спросить по этой ситуации. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии спроектировать все энергетические и сферические каналы к гуманоиду и его конструкции. И все, что находится на чистоте гуманоида, все артефакты, даю команду каналу выстроили сущности. Каждый гуманоид подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкая абрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от него, возвращается к нему. Помогаю моей энергией Татьяне, даю ей 100% энергии. У нее какие-то шарики из горла выходят. Выдавливаем эти шарики. Это твои шарики гуманоид? Это его шарики. Хорошо, все выходит. Он называет их чипы. Какая их функция, что они делают в ее горле, почему она не может дышать? Перекрыть чакру. Это главная чакра. Потеря кислорода влияет на верхние чакры. У тебя намного больше чакр гуманоид. Я вот сейчас думаю, куда тебе вставить эти шарики перед тем, как я их перепрограммирую, чтобы они тебе перекрывали твое дыхание? Вот такие меня интересные мысли сейчас посещают. Надо будет с Татьяной обговорить, чтобы ты прочувствовал на себе, как это задыхаться. Ты не считаешь, что это будет справедливым? Нет. Следующий этап – это сдача меня в межгалактической полиции. И ты сам это знаешь. И если ты туда дойдешь, потому что это здесь решается. И ты тоже об этом знаешь. Ты можешь дойти в разных состояниях межгалактическую полицию. Реверс окончился. Хорошо. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Татьяна себя обратно. Мы забираем из всех артефактов, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Татьяны находится, мощным потоком пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Что возвращается? Потоки идут слабо. Возвращается энергия пока. Кто их тормозит? Их кто-то тормозит. Гуманоид, ты пытаешься сейчас тормозить возврат? Нам показывают, что не вся энергия здесь. Частью была передана на другой пункт. Сейчас посмотрим в процентах, сколько это. Забираем сначала все, что есть. Усилие все в 100 раз. Забираем все частички. Готово. Хорошо. Кеннер, дай мне полноту души Татьяны на настоящий момент. 94. 6% он уже переправил. Так. Татьяна, вы меня слышите? Как вы себя сейчас чувствуете? Вам легче? Дышать легче. Хорошо. У нас не хватает сейчас 6%, которые он украл у вас. Наверное, как с биоматериалом. Вы желаете эти частички души и все, что на вашей чистоте, вернуть назад по праву? Конечно, желаю. Отлично. Подхожу к Татьяне, помогая ей моей энергии. Выстраиваем прямой канал от Татьяны к частичкам души ее, где бы они не находились во Вселенной. 1, 2, 3. Выстраивается прямой канал. Ставлю тебе монитор. Здесь как станция или хранилище, как-то называть можно. Хорошо. Обозначь. И они как баллоны, как гаражи какие-то. Канал нашел? Ее частички души? Они притягивают, да, они бурлят. Отлично. И на счет рис забираем все частички ДНК, частички души, весь биоматериал. Все, что на чистоте Татьяны находится мощным потоком, пошло назад. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. А я вот вижу еще за этими, но они как такие резервуары, как большие, такие колбы. Да. Как бак, но они больше круглые. И вот эти энергии Татьяны, они активировались, потому что их вызвали, и они как вибрации почувствовали. Или поэтому они активировались, проявились. Но есть еще другие колбы, которые как замороженные стоят. Они будут стоять замороженные, потому что человек даже не подозревает, что у него не хватает части души, которая находится в этом хранилище. Но это не наша работа, это работа уже Ли, и я думаю, она все сделает как нужно. Вернулась все, Вера? Да. Сжигая этот канал, значит, 3, 1, 2, 3, удар. Открывая воронку, этот канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Сканер, просканируй сейчас Татьяну на частоте гуманоида, его артефактов. Не осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили? 1, 2, 3. У меня есть еще такие, как браслеты или ободки какие-то тонкие на руках и на голове такой же. Сканер, сними это все, выведи, и это все, что выходит, зависает в шаре перед Татьяной. Готово. Выстраивается прямой, отправляя в клетку тюрьму, выстраивается у Татьяны прямой канал к этим ободкам, и Татьяна реверсом отдает все негативное патогенное, что она от них получила. 1, 2, 3. Мощным потоком все пошло назад. Что там? Она подключена голограмме через эти ободки. Она куда идет, у нее остается связь с этим, с латой на потолке. Она вернула, всю связь разорвана. Хорошо, там есть что забирать, Вера. Устанавливаю фильтр на этот канал, и в порядке реверса Татьяна забирает. Все чистые, светлые, божественные энергии, все, что на ее чистоте находится, из этих ободков возвращается назад. Но здесь ей просто как сила возвращается, которую она потратила на подключение на это. Отправляю ободки в клетку тюрьму. Сканеры дай мне полноту души Татьяны на настоящий момент. 100%. Хорошо, идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны с гуманоидом и всеми его артефактами в клетке тюрьмы. Пошла рассинхронизация до 100%. Включая Татьяне внутренний белосвет, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкая аббрационная, остаточная энергия от гуманоида и его артефактов до 100% все выдавливается, выходит, формируется в шар. Никаких следов не остается. Сканер, помогай. У нее от этих шариков, которые уходили из горла, у нее какой-то привпус вышел, остаточный в этом шаре. Отлично, выдавливаем все. Все вышло? Да. Открывая воронку в галактическое ядро под шаром, уходит на переработку, закрывая печатаю, растворяя, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Ну, вот ключик у нее нет в данном моменте. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро и канал улетает на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Хорошо. Так, Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Послушаю. Посмотри, пожалуйста, эту ситуацию. Гуманоид Сириус. 24, сколько? 14% души мы вернули. Из них часть находится, находилась в хранилище. Там очень много других сосудов. Он находится сам в больнице, его платы по всей больнице. Он просто убивает людей. И рассказывал о каком-то задании, не задании, а решении, которое было на высшем уровне. Типа принято что-то. Он мне рассказывал какие-то мутные истории. Кто-то дал ему свое разрешение на это дело. А она не давала точно. Она это просто. Это правительство цивилизации договорилось. Есть определенные точки, где им позволено появляться. Это уже наша работа. Разбираться с ними. Я понял. Правительство ты имела в виду землёй. Они недоступны к матрице, но за матрицей, могу тебе сказать, это хороший улов. Надеюсь. Есть еще наводка на хранилище. Станции именно. Благодарите, Али. Его забираем, остальное уничтожи. Под его артефактами гуманоида открывается воронка в галактическое ядро. Сбрасываем весь этот мусор на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Скоро он точно оттуда не выйдет. Готово. Генер, просканируй сейчас Татьяну на предмет ее болезни. Просканируй горло. Если можешь на месте, сразу включай программу корректировки и исправляй, что можно исправить, что ты можешь исправить. Пошел. У меня очень много больных фантомов высветилось сразу. Органы с больными фантомами пустыми. Значит, мы-то их можем убрать в ванной, да? Или сканер их выведет? Нет, можно в ванной. Произойдет замена. Хорошо. Сканер может что-то на настоящий момент сделать со своей стороны? Он может нейтрализовать спазмы и дальнейший процесс. Приступай, сканер. Но он как разжигает места распространения. И все метастазы? Они дальше не передавались. Метастазы тоже сжигают? Да, он их назвал места распространения. Обрати внимание на лимфоузлы, печень, кости. Он говорит, что, ну не говорит, а информация от него идет, что, он не зря сказал, места распространения, так как человеческая психология, психоанализ и прием информации устроен по-другому. И метастазы – это негативные слова, несущие разочарование и низкие вибрации. Но не описывает, которые проблемы. Это распространение более мягкое для мозга человека. Обманывая таким путем мозг, понимает, что это не настолько плохо и все можно исправить, включая оздоровительную программу. Сканер должен тебе сделать комплимент. Ты знаешь, по-моему, психологию человека лучше, чем я. Благодарю тебя. Как он закончит, скажешь. Он закончил. Благодарю, Сканер. Хорошо. Татьяна, сейчас мы переходим к Ване. Вы ее уже знаете. Опиши, что было. Ну, Татьяне немножко трудно было отпустить все. Болельщики? Да, они как вышли с нее в шар. Но у нее от головы тянется. В голове трудно их отпустить и представить. Тем не менее, она сделала это. И как у нее обновление пришло по всем тонким телам, по всем органам. Они все сейчас очень яркие, насыщенные. Вода бурлила? Ну, она больше пенилась. Пенилась. Хорошо. Вот этой пеной вышло все в шар. И где этот шар сейчас? Шар, он лежит на поверхности, в углу. Хорошо. Скажешь, как Татьяна выйдет? Ну, она встает и говорит, что я бы осталась здесь. Она дома может то же самое сделать. Обязательно буду пользоваться. Ну, отлично. Вышла она? Да. Хорошо. Рядом с ванной открою воронку в галактическое ядро. Этот шар летит в воронку в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Татьяна. Давайте заправим вас энергиями. Посмотри, сколько нужно энергии Татьяне и какая частота вибрации. 390. И? У меня идет 27 нижней чакры, 28 верхней, начиная с сердечной. На 4 макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 27 Гц. Частота вибраций сердечной чакры, голосовой чакры третьего глаза и коронной чакры поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Татьяна, мы закончили ваш сеанс. Как вы себя чувствуете сейчас? Благодарить хочу. Я давно не чувствовала себя такой сильной, здоровой и счастливой. Спойно мне и невольно. Во благо. Но вы могли бы и раньше обратиться. Если такое начинается уже несколько недель, надо было сразу как-то отреагировать. Не все так, как оно кажется, и не все так, как вам объясняет. И как вы видели, с этим облаком вокруг вас это не есть хорошо для вас. Это отравляет организм, поэтому это таким облаком серым и было. Сейчас этого всего нет. Ваши фантомы заменены. Желаем вам скорейшего выздоровления. И сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и зеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Как Биоробот наполнился? Да, Биоробот у нее намного ярче стал, чище. И сейчас они соединяются, гармонизируются Биороботы, тонкие тела. Отлично. Вся энергия передается на физический план. Я знаю, что ей тонкая копия передает какую-то информацию. То есть у нее вера отсутствует в излечении. И вот тонкая копия именно этим наполняет верхнюю чакру. Все возможно. Все возможно. Запомните это, Татьяна. Надежда у нее уже потеряна. Если нет надежды, вы забираете самое главное свое оружие. Вы просто сдаетесь. Кто борется. Сейчас она яркая, спокойная. Отлично. Отключаемся от объекта. Поднимаемся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон»!